Готова. Немножко скажу пару слов о себе. Зовут меня Светлана Малышева. Я клинический психолог, когнитивно-поведенческий специалист, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. И одной из таких базовых, основных специализаций, с которой я, в общем-то, и начала свой профессиональный путь, являлась психологическая помощь людям в ситуации онкологического заболевания. Понятно, что потом спектр инструментов работы благодаря обучению был расширен, но онкопсихология, как раз раздел клинической психологии, остался основным для меня. И общий стаж работы в этой области у меня составляет почти 8 лет. И сегодня мы с вами обсудим некую специфику психологической помощи людям в ситуации онкологического заболевания. Поговорим о том, почему так важно иметь подготовку, как это нам помогает, в чем для нас здесь преференции, и почему, имея подготовку, мы, в общем-то, имеем определенную степень защиты своего профессионального здоровья, профилактики эмоционального выгорания. И, конечно, расскажу о плане курса, который состоится, основа когнитивно-поведенческой терапии в онкологии, который стартует 3 февраля и состоит из пяти вебинаров. Об этом я обязательно расскажу. Буду рада вашим вопросам. Я прошу вас, если возникают вопросы, вы можете поднимать руку. Либо я, либо моя коллега, которая помогает мне сегодня в эфире, будем давать разрешение и включать микрофончик, и вы можете голосом задать вопрос. Может быть, даже, если есть возможность писать в чак. Я думаю, что нет. Наверное, просто можно задать голосом вопрос. Ну, тогда начнем. Немножко расскажу, что же за особенности работы такие, в чем они заключаются, что это за велосипед, собственно, если вдруг к нам на прием приходит человек с диагнозом рак или близкий такого человека. Дело в том, что попадание в ситуацию онкологического заболевания – это столкновение с психотравмирующей ситуацией. И это нужно понимать. Почему? Потому что в современной классификации, в современной психологической науке, в питерской школе, в том числе онкопсихологии, онкопсихология относится к разделу психологии кризисных и экстремальных ситуаций. Именно потому, что попадание в ситуацию диагноза – это психотравмирующая ситуация для человека. Почему это психотравма? Ну, потому что, во-первых, человек сталкивается с такой угрозой для собственной жизни, называемой это витальной угрозой. Во-вторых, неопределенность будущего. Непонятно, как будет развиваться болезнь, как будет работать лечение. Очень много вопросов. И вот эта ситуация хронической неопределенности тоже является протестикой психотравмирующей ситуации, связанной с диагнозом. Это такая потеря контроля над собственной жизнью. Есть некая такая иллюзия у каждого из нас, что мы хоть что-то в этой жизни, в общем-то, контролируем. У некоторых, наоборот, есть идея, есть убеждение, что я могу контролировать все. И вот попадание в такую психотравмирующую ситуацию, связанную с онкологическим диагнозом, человек вот этот контроль теряет. Что происходит еще? Происходит определенное переосмысление жизненной ценности, ориентиров. Это пресловутая и часто встречающаяся, что диагноз делит жизнь человека как будто бы на до и после. Ну, потому что как раньше жить уже не получается, а как жить дальше пока непонятно. И понятно, что все это влияет, вся эта ситуация влияет на изменение определенных убеждений, допущений, которыми человек может жить, которые могут быть универсальными для всех. Ну, например, да, вот некая иллюзия, иллюзия бессмертия, так называемая, в которой мы с вами пребываем. Мы вроде все рационально понимаем, что мы конечны, но не держим это как бы в голове ежесекундно. Мы предполагаем, да, что я, в общем-то, в кавычках бессмертен. И плюс, да, такая тоже распространенная иллюзия, что я-то контролирую этот мир, я здесь решаю, я здесь главный. И вот такие слегка ошибочные, мягко говоря, допущения имеют такую тенденцию общности. Каждый из нас может вот в этой иллюзии, в этих ошибочных допущениях пребывать. Так вот, когда случается онкологический диагноз, да, и человек попадает в такие сложные жизненные обстоятельства, то, конечно, определенные допущения, представления, в общем-то, рушатся. Здесь еще что важно отметить, почему именно специфика попадания в психотравму, связанную с соматическим заболеванием, стала сейчас особенно актуальна. С этим мы все столкнулись в период пандемии. Если провести некие параллели, то очень похожая история, правда же, когда и наличие такой риска для жизни и здоровья, и неопределенность будущего, как это вообще будет происходить, и страхи, связанные с тем, что меня ожидает впереди, и потеря контроля, я не знаю, как это контролировать, и такое обострение тревожных расстройств на фоне вот такой ситуации, в которой мы, в общем-то, все оказались, это на самом деле очень сильно похоже на то, что испытывают онкологические пациенты, получив диагноз. И знаете, что самое интересное, что в период пандемии именно онкологические пациенты были подвержены в меньшей степени увеличению тревоги, связанную с пандемией COVID-19. Вот такое интересное наблюдение, потому что эти люди и так находились в ситуации неопределенности, потере контроля, такой хронической истории с угрозой для себя и своего здоровья. Поэтому, попав в дополнительные какие-то обстоятельства, связанные с пандемией, как ни странно, это очень интересные выкладки исследований, именно они не показали такой скачок тревожных расстройств, они были отчасти к этому, если так можно сказать, готовы. Так вот, попадание в эту психотравмирующую ситуацию, что нам с вами говорит, в чем это особенности? Понимая, что за специфика, мы с вами можем понять, что ожидать, какие реакции могут быть плановыми, нормативными, какие реакции могут быть ненормативными, и исходя из этого будет строиться наш план терапии, что мы будем с клиентом, или пациентом, или его близкими делать. Как я уже сказала, онкопсихология – это такая часть клинической психологии, и напомню, что клиническая психология, в общем-то, может изучать ненормативные реакции человека при попадании в ненормальные условия, если говоря простым языком. Это не с человеком что-то становится не так, а ситуация сложна, объективно сложна. И онкологический диагноз, в общем-то, в мировой практике признается как такая объективно случившаяся история, психотравмирующая, на которую человек дает определенный перечень психологических реакций. И реакции эти будут связаны с разными тоже обстоятельствами, и это тоже мы будем изучать на курсе, в этом тоже есть своя специфика. Например, с диагнозом. Когда такой человек приходит к нам на прием, с запросом по поводу онкологического своего заболевания, то для нас с вами будет важная информация, а что за диагноз поставлен. Значит, определенная подготовка, слегка такая, да, основная медицинских аспектов диагноза рак, она необходима для нас. Это имеет принципиально важное значение, потому что даже, да, приведенные исследования Андреем Владимировичем Гнездиловым, в том числе, это такой видный специалист в области помощи людям в ситуации онкологического диагноза, создатель первого хосписа в России в Лахте, хоспис номер один, это образцово-показательный хоспис. Да, к сожалению, Андрей Владимирович ушел от нас совсем недавно. И он в том числе проводил исследования, показывающие, как локализация опухоли влияет на те или иные психогенные реакции, психологические состояния. Поэтому для нас с вами будет важно понять, что в диагнозе стоит у пациента. И это важные этапы в диагностике, которые мы проводим, когда такой клиент приходит к нам на прием. Так вот, специфика самого диагноза, что это за диагноз, насколько распространенный диагноз, особенности диагностики, когда человек сталкивается с подозрениями на диагноз рак, то первый этап такой, когда проходит дополнительное исследование для того, чтобы подтвердить диагноз, либо его опровергнуть. И вот эти особенности диагностики, которые могут быть не всегда приятные, и особенности лечения, что это за лечение может быть, какие виды лечения существуют. Они в том числе обуславливают особенность нашей с вами работы. Мы будем понимать, с чем в данный момент, с какими трудностями контекстуальными человек сталкивается. Также понимание, что это психотравмирующие обстоятельства, будет ограничивать и формировать некий перечень инструментов и интервенций. Что мы можем делать? В зависимости от того, на каком этапе взаимодействия с болезнью находится человек. Ну, если это, допустим, только диагностический этап, еще непонятно, есть диагноз или нет. Это один перечень проблем, которые беспокоят человека, и один перечень интервенций и взаимодействия с вами, с нашим клиентом или его семьей. Если это этап взаимодействия с болезнью, например, лечение, химиотерапия, там свой перечень реакций, которые тоже могут быть адаптивными, могут быть нормативными, а могут выходить за пределы некой нормы, и тогда мы с вами понимаем, какими инструментами мы можем пользоваться. Поэтому от того, на каком этапе взаимодействия с болезнью находится пациент, мы будем понимать, что мы, в общем-то, можем предложить и как помочь. И это тоже особенности психологической помощи в онкологии. Понятно, что основное значение, так как все-таки я работаю в когнитивно-поведенческом подходе, мы отдаем тому, как человек воспринимает диагноз, что он о нем думает, как он о нем размышляет, какие смысловые значения придает. И здесь тоже важно понять, что вот эта когнитивная модель адаптации, ну то есть буквально по какому вектору пойдет адаптация, с учетом того, как человек воспринимает болезнь в своей жизни, тоже будет играть для нас важное значение. И мы с вами будем изучать, какие бывают эти стратегии, как устроена эта когнитивная модель, модель адаптации, и что будет являться мишенями терапии, здесь и сейчас, с учетом той диагностики, которую мы при первичной встрече проводим. Ну, понятно, что брак приходит не только к человеку, он приходит в семью, и здесь тоже есть своя специфика. Дело в том, что, как показывает статистика и практика, достаточно часто, даже чаще, чем непосредственно сами пациенты, к нам обращаются именно их близкие, которые тоже попадают в ситуацию психотравмирующую для себя. Вот пришел диагноз, заболел близкий человек. Родственник также сталкивается со всем спектром эмоционального реагирования, проходит определенные стадии вот в этой динамике психологических реакций. Вот от этого пресловутого, я не верю, что это происходит, до других определенных этапов, которые тоже важны, и тоже сталкиваются с определенной проблематикой. Важно отметить, что вот эта семейная система, в которую приходит диагноз, имеет свои точки застревания, имеет свои моменты, которые присутствовали до болезни, в общем-то. Но болезнь их обостряет. И тогда мы с вами выступаем в роли некого такого медиатора для семьи онкологического пациента. Мы часто называем это сопровождение семьи онкологического пациента. И работаем, в общем-то, со всей этой семейной системой, выстраивая определенную коммуникацию. Стоит сказать, что раньше даже сообщение диагноза пациенту, в общем-то, было таким важным моментом во взаимодействии с семьей пациента. Сейчас, как правило, такой вопрос уже не стоит. Стоит пациент информирован о своем состоянии. Хотя еще случаи скрыть диагноз встречаются. Но, в общем-то, давно уже во всем мире и в нашей стране принято, конечно, безусловно, сообщать пациенту о его диагнозе. И в этом смысле работать с семьей пациента, обосновывая, как вы можете взаимодействовать, разговаривая об этом, как выстраивать диалог. В курсе мы будем много говорить о типичных проблемах, которые ложатся на плечи родственника пациента, с чем, как правило, обращаются. Важно сказать, что если родственник онкологического пациента обращается к нам за помощью, для нас с вами это важный сигнал о том, что, возможно, вероятнее всего, именно этот родственник больше не справляется. И тут будет нашей задачей, как построить диалог с близким онкологического пациента, дабы он, в каком-то смысле, смог себе разрешить эту помощь получить. Это тоже специализация, это тоже специфика, особенности работы. И почему же нам важно об этом знать и быть готовыми? Понятно, что не все из нас специализируются на помощь онкологическим пациентам. Есть коллеги, которые работают только в медицинских учреждениях, только в аналогических диспансерах, либо на онкологических отделениях. Есть те, кто ведут частную практику или просто работают в соматической медицине и с разными запросами по разным диагнозам сталкиваются. Но никто, в общем-то, не застрахован. И я думаю, что в практике каждого из вас случались ситуации, когда к вам обращались люди с вопросом и запросом помочь в ситуации онкозаболевания, либо их близкие. И зная специфику, понимая, что происходит с человеком, что происходит с его семьей, имея вот эти инструменты работы, определенный навык работы, во-первых, мы можем взять такого пациента в работу и не отказать ему. Понимая свои профессиональные ограничения, получив дополнительную специализацию, в общем-то, мы чувствуем себя более уверенно и мы можем помочь. А значит, возможно, расширить спектр тех запросов, с которыми мы можем работать. Расширить свою клиентскую базу. Во-вторых, это очень важный момент такого эмоционального самосохранения. Для нас с вами очень важно, в общем-то, если я не могу помочь, я могу маршрутизировать. Я могу сказать, что делать дальше. Отправить коллеги, поделиться дополнительной информацией, где-то просто проинформировать. И важно сказать, что в курсе я обязательно предоставлю дополнительные материалы, которыми вы можете пользоваться, где будет достаточное количество полезных ссылок, телефонных номеров, по тем или иным вопросам, с которыми мы можем столкнуться. И если я не могу, я не врач, работать с болевой симптоматикой, то это не значит, что я не могу помочь человеку, который ко мне обратился. Я знаю, что делать. Я понимаю, как я могу пациента маршрутизировать. Для чего нам это? Для того, чтобы, в общем-то, и нам с вами самосохраняться. Многие из нас, в общем-то, имеют такую миссию в работе. Это помощь людям. Такое доброе намерение, профессиональная помощь людям. Плюс знание специфики работы с онкологическими пациентами выполняют еще одну важную функцию. В онкопсихологии ментальное здоровье специалиста, не только психолога, кстати, но и врача, медицинской сестры, мы относим к такой профессиональной компетенции. Почему? Потому что, во-первых, хотя даже не сказать во-первых, есть два важных аспекта, и я не могу сказать, что из них на первом месте стоит. Это эффективность специалиста, хотелось бы быть эффективным в своей работе, неважно, врач, онколог, хирург или психолог, оказывающий помощь. Но и профилактика собственного выгорания и вторичной травматизации. Потому что, если они будут самосохраняться, о какой эффективности может идти речь? А значит, риски навредить пациенту либо навредить себе в разы возрастают. Поэтому определенные знания и навыки, которые мы получаем. Если ты проинформирован, ты вооружен, ты можешь этим пользоваться. А значит, это защищает тебя с профессиональной точки зрения, помогает тебе оставаться эффективным специалистом и при этом уметь заботиться о собственном ментальном здоровье. В общем-то, это такой наш важный ресурс сначала для нашей жизни, в общем-то, да, а потом уже в помощи другим людям. Что еще здесь можно сказать? Если говорить, в общем-то, подробнее про курс, то курс разделен на несколько вебинаров, как я уже сказала, на пять вебинаров. Это уникальный курс, который, в общем-то, под ключ рассматривает не только теоретические аспекты психологической помощи, основные аспекты медицинские. Что такое диагноз рак? Что за диагнозы, в общем-то, бывают? Что такое метастазирование? Что такое стадийные заболевания? Как работать с такими стереотипами, когда пациент получает, например, диагноз четвертой степени, рак четвертой степени, значит ли это, что ничего сделать нельзя? Чуть-чуть спойлер, чтобы вы не наращивали собственную тревожность. Нет, не значит. Да, и есть другие показатели, которые на самом деле имеют большее значение, ну, немаловажное значение, нежели стадийность. Да, вот понимание и знания в этой области достаточно простые. Никто не будет, конечно, осваивать курс онкологии. Но они, в общем-то, вот эта информированность, правильная информированность, достоверная информация будет помогать и вам, в том числе, работать со страхами и с помнением пациента, потому что онкологический диагноз, конечно, это, наверное, самый мифологизированный диагноз, масса стереотипов вокруг этого диагноза. Поэтому помимо каких-то теоретических аспектов будут затронуты общие аспекты медицинские. Далее мы поговорим об особенностях психологической помощи непосредственно пациенту. Рассмотрим когнитивную модель адаптации. Посмотрим, что за когнитивная концептуализация есть, да, и которую мы строим, работая с пациентом в онкологическом диагнозе. Чем она обусловлена, что там является важными аспектами, как мы ее простраиваем и как с ней работаем. Далее мы поговорим о психологической помощи в ситуации патологических переживаний. Понятно, что человек принципиально не меняется, попадая в диагноз, а наоборот обостряются какие-то моменты, которые были ему свойственны и до. Но все-таки мы признаем, что есть целый перечень так называемых коморбидных расстройств, то есть расстройств, которые провоцируются попаданием в такую критическую ситуацию, как диагноз рак. И мы тоже будем обсуждать, что это за патологические моменты, что это за патологические варианты переживания болезни, такие как острая стрессовая реакция, посттравматическое стрессовое расстройство, депрессивное расстройство. И, конечно, будем говорить о суицидальном риске. Это достаточно сложные вопросы, но часто встречающиеся на определенных этапах взаимодействия с болезнью. Как с этим работать? Возможно ли профилактика? Какие диагностические инструменты можно использовать, работая с онкологическими пациентами и близкими? Я поделюсь этими диагностическими, можно сказать, лайфхаками, теми, которые, например, я использую чаще в своей работе. Мы поговорим о помощи семье онкологического пациента. В чем принцип системности этой семейной структуры? Как она ведет себя, попадая в сложные жизненные обстоятельства? Как выстраиваются коммуникации между членами семьи? Какие есть точки застревания, когда необходимо привлечение специалиста? Как работать с родственником онкологического пациента? И там будет очень много вопросов о злости, раздражении, вине, усталости, эмоциональном выгорании, которое, в общем-то, неизбежно. Будет много инструментов, как обучать родственников пациентов справляться с этим трудным периодом, который, надо признать, достаточно долгий. Мы понимаем, что онкологический диагноз – это не насморк, это долгая дорога. На которой стратегия «вот сейчас я соберусь и все тут разрулю» на самом деле работает какое-то время, а дальше все равно приходит усталость, выгорание и все сопутствующие проблемы. Мы обсудим сложную тему утраты, потому что страх смерти. Мы с вами обсудили, что онкологический диагноз, психотравмирующая ситуация, потому что такое наличие сразу угрозы жизни, значит, наши пациенты часто приходят непосредственно со страхом смерти. Что делать в этой ситуации? Мы обсудим вопросы смерти и умирания. Сложная тема, но даже поделюсь определенной памяткой, разработанной, которую можно давать родственникам пациентов, которые спрашивают, что же мне говорить-то, как мне себя вести. Будет очень важный и объемный раздел о ментальном здоровье специалиста, в который будет включен раздел взаимодействия врач-пациент-семья, потому что вопросы комплаенса, такой вовлеченности пациента, такая активная позиция пациента в принятии решений по лечению, она приветствуется, она признана, активная позиция. И очень часто пациенты сталкиваются с выгоранием врачей, когда они приходят на приемы, говорят, как же быть, врач мне нахамил, нагрубил, он вообще со мной не разговаривает. И часто бывает так, что именно мы с вами становимся теми людьми, кто разговаривает, кто готов услушивать страхи, тревоги, опасения, кто готов, в общем-то, быть участливым. Здесь очень важно понимать, что нет задачи как-то недооценить, обесценить труд врачей. Но в любом случае часто бывает, что именно мы с вами становимся теми людьми, которые слушают такие моменты, такие переживания пациентов или их близких. И пациенты именно у нас спрашивают, что мне делать, как мне быть. Я боюсь подойти к своему врачу, я боюсь его отвлекать, такое бывает. Или врач на меня накричал, как мне быть. И вот как взаимодействовать в этой связке врач-пациент-семья, как выстраивать этот контакт. Это называется такое медиаторство такое. И клинические психологи часто выполняют эту функцию. Это мы тоже будем обсуждать. В том числе, как тоже показала пандемия, врачи тоже нуждаются в психологическом сопровождении. Это сложная работа, на которой такая вот выборка ограниченная у врача. Если мы с вами работаем и у нас, допустим, разнообразие запросов у пациентов, которые к нам приходят, такая разнообразная выборка тех людей, с которыми мы работаем и сталкиваемся, и кому мы помогаем, то врач-онколог имеет достаточно определенную выборку. То есть к нему приходят люди, которые имеют онкологический диагноз и проходят достаточно агрессивное лечение. И значит, врач тоже в том числе имеет высочайшие риски получения втальчной травматизации, такое заражение психотравмой, и, конечно, риски эмоционального выгорания. И риски эмоционального выгорания. И это тоже могут быть наши клиенты. В период пандемии даже мне приходилось работать с врачами красной зоны. И все эти навыки, которые были использованы в работе с врачами-онкологами, младшим медицинским персоналом за какой-то весь период моей практики, все эти навыки были применены. Потому что врачам красной зоны, в общем-то, как и все врачам, досталось так неплохо. И с разными вопросами приходилось работать. Это все работающие инструменты, и это тоже расширение наших с вами возможностей. Не отказать врачу, понимать, что с ним происходит, и помочь, профессионально помочь. Понятно, что нельзя обойти и наше с вами психологическое здоровье, потому что работать с психотравмой надо уметь. важно обладать определенными знаниями. Прежде чем что-то сделать, нужно понимать, что нужно делать, а что нельзя делать, а как можно поступать. Например, пациентам онкопсихолог никогда не говорит «все будет хорошо». Это такая табу-фраза, вот сразу вам расскажу, потому что мы не знаем, как на самом деле будет. Как тогда? Что тогда можно говорить? Какие инструменты под запретом в работе? Когда можно использовать, например, техники mindfulness, подход, тренировки такой осознанности? Есть определенные ограничения, когда медитативные техники мы, например, не можем использовать. И понимание, что я могу сделать, а что не могу, оно, в общем-то, помогает нам пополнять свою работу, если к нам пришел такой пациент. И как сохранять себя? Это же тоже психотравма. Мы тоже можем раниться. Мы можем взаимодействовать с человеком, который гоним страхом погибнуть от заболевания. и нас это тоже может зацепить. И, как правило, формирование собственного отношения к таким вопросам, наших собственных когнитивных структур, как я к этому отношусь, правильный чекап своевременный, что изменилось, изменилось ли, вовремя отметить, что со мной что-то не в порядке. Вот в данной области это невероятно важно для того, чтобы нам сохранять свое ментальное здоровье, самосохраняться не только для себя, своей семьи, своей жизни, но и для своей любимой, хотелось бы верить, работы. За счет каких методов мы можем это сделать? На что стоит обратить внимание? Как понять, что вот я зацепилась, поранилась, что-то со мной не в порядке? И какие методы я могу применять? Какие инструменты использовать? Обо всем об этом мы будем говорить на курсе. Понятно, что эта тема непростая, тем более для пятницы вечера. Вы можете включаться, задавать вопросы, для того, чтобы не только я говорила, а возможно, есть какие-то конкретные вопросы, я была бы рада ответить на них. Вы можете поднять руку, я, либо я, либо Элима даст разрешение говорить. Можно не стесняться. Я понимаю, что тема не самая такая простая к обсуждению, но это же тоже только с первого взгляда, с первого впечатления. На самом деле, это тоже такое стереотипное воззрение. Но так все на самом деле страшно, как кажется. Так, я видела, кто-то ручку поднимал. Можно еще раз, пожалуйста. Да, Ева. Есть вопрос. Подскажите, пожалуйста. Я сейчас... Меня зовут... Ева, пропали. Еще раз, пожалуйста. Отключился звук. Не слышу вас. Вот. Да-да-да, тут. И в моей... В моей семье есть онкологический больной. Четвертая стадия. И, естественно, как-то я с этим справляюсь. Вопрос, то есть, у нас, ну, например, сегодня пришло заключение. Да, вопрос прямой будет о том, что у нас пошли метастазы. То есть, ситуация ухудшилась. Есть проблема справиться с... Ну, что я не оправлюсь, например, в случае, если ситуация совсем ухудшится до летального исхода. Ваш курс мне в этом случае поможет объяснить как-то, как вот пережить, когда это не просто клиент, а когда это, в принципе, собственный родитель. Ева, благодарю вас за вопрос. Искренне, с пониманием отношусь к вашей ситуации, потому что я тоже вот тот родственник, который когда-то был в такой семейной общей ситуации. Конечно, мы будем говорить о разных этапах взаимодействия с болезнью. Например, об этапе рецидива или ухудшения ситуации, когда болезнь распространяется. И будем говорить о том, как здесь работать с некой декатастрофизацией. Понятно, что мысли о том, пугающие у нас мысли о негативном будущем, они присутствуют. Как помогать себе возвращаться в здесь и сейчас? Как помогать себе не вязнуть в пугающих мыслях о будущем? Концентрироваться на настоящем. Но здесь очень важно сказать, что не задача не чувствовать, не переживать, не испытывать этой боли или страдания. Наша задача научиться с одной стороны уметь работать с наличием сложных эмоций, страх, страх за близкого, отчаяния и так далее. Потому что они не дисфункциональны, они контекстуально обоснованы. У нас правда непростая ситуация. Это правда происходит, и болезнь есть, а значит, испытывать определенный спектр эмоций важно и нужно. Вот мы будем говорить, как это делать экологично, и при этом оставаться в адекватной интенсивности, чтобы дисфункциональные страхи за будущее не отнимали больше энергии, не перетягивали на себя наше внимание, потому что важный такой послал, что сегодня, здесь и сейчас мы все еще здесь, а значит, что-то мы можем сделать, какие-то шаги можем принять, и это могут быть совершенно простые шаги, может быть, в чем-то такие абсолютно бытовые, но они, как показывает жизнь, помогают справляться. Я не знаю, ответила ли я на ваш вопрос, Ева, но в любом случае с техниками, как возвращать себя в какое-то такое адекватное эмоциональное состояние, не в прекрасное, не в позитивное, думаю, только позитивно, а все-таки мы учимся мыслить рационально, так, чтобы даже если есть повод волноваться, переживать и испытывать сложные эмоции, как себя в этом поддержать, как себе помочь. Так, надеюсь, ответила на ваш вопрос. Галина. Галина, разрешила говорить. Так, не вижу, куда-то пропала, Галина. Так, так, так. Ирина, да? Да, 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 вот здесь. Ага, да, да, Галина, слышу вас. Спасибо большое. Я врач-психотерапевт, психиатр и работаю с пациентами с онкологическими заболеваниями нейрохирургического профиля, то есть это опухоль головного мозга. я не так давно работаю именно с этими пациентами, поэтому мне, наверное, было бы важно сформулировать основные идеи для себя, если вы подскажете, в какую сторону двигаться, как работать со страхом рецидива в этих случаях, и как работать с катастрофическими когнициями пациентов, которые сталкиваются действительно с тяжелейшими заболеваниями, о которых действительно очень сложно говорить, о позитивном прогнозе. Вы правы, да, благодарю за вопрос, вы правы, да, вот практикующие специалисты действительно часто сталкиваются и со страхом рецидива, да, и с такими вот сложностями. Есть определенные научные выкладки, я как член международного психо-онкологического сообщества, Айпос, часто изучаю их исследования, у них есть обучающие вебинары, и вот на одном из обучающих курсов по страху рецидива были даны определенные выкладки, которые показывали, что со временем страх рецидива может не уменьшаться. То есть, с одной стороны, это может быть обусловлено тем, что онкологический диагноз, в общем-то, признан хроническим заболеванием, и, наверное, даже пройдя путь лечения, сказать пациенту, ну все, теперь ты абсолютно здоров, забудь об этом навсегда, мы так не можем. Есть определенная специфика, даже если есть ремиссия или восстановление, закончили мы лечение, все равно, там, раз в какой-то период времени, сначала через маленький промежуток времени, там, три месяца, проходит обследование пациента, потом через шесть, потом через год, то есть, в общем-то, прицельное внимание к своему здоровью, с учетом анамнеза, с учетом опыта болезни, оно остается, и это правильно. И понятно, что в связи с этим человек-то в голове все равно понимает, что периодически, попадая опять в аппарат МРТ или КТ, проходя очередное обследование, как только оно близится, может возникать страх рецидива, пресловутый, а вдруг, а если болезнь вернулась? И здесь очень важно, да, мы на курсе будем подробно говорить, как работать со страхом рецидива, здесь очень важно технологии, которым мы можем обучать наших пациентов, они связаны с тем, что не все, о чем мы думаем, правда, жизнь – закон природы, и что, в общем-то, человек склонен думать о плохом, как ни странно, но в сложных жизненных обстоятельствах в большей степени тоже склонен думать о плохом, негативном будущем. С одной стороны, помним сохранную такую функциональную задачу тревоги о своем здоровье, потому что это, возможно, помогает позаботиться о себе, да, это какая-то такая рациональная история и полезная штука, но как только это становится дисфункциональным, то есть интенсивность растет, это влияет на жизнь человека, да, за неделю до обследования пациент может не есть, не спать, он, по сути, не живет, он все время находится вот в этих руминативных идеях, а вдруг болезнь вернется, а если что-то не так, либо происходит такая сверхсильная фиксация на физиологической симптоматике, тут кольнуло, а вдруг это метастазы или болезнь вернулась. Вот как работать с этим, да, это, в общем-то, такая методика когнитивно-поведенческих интервенций на уровне когнитивных интервенций, на уровне поведенческих интервенций, и об этом мы будем подробно говорить, потому что, ну, в общем-то, страх рецидива, как я уже сказала, это основная, встречающаяся регулярная и, в общем-то, долгоиграющая проблема, которая преследует наших пациентов или их близких, которые тоже могут испытывать страх возврата ситуации, которую они уже прожили. И здесь много технологий в зависимости от того, да, с чего начнем, как человек рассуждает, как это поймать, как научиться тормозить вот эту реактивность, как помогать себе, когда уже, пока рационально рассуждать не могу, я в каком-то прямо таком сильном напряжении, это один перечень методов, которые могут помочь, и как только я немного успокоилась и динамику эту вижу, как подключать когнитивные методы работы, работать со своим мышлением, проверять, буквально проверять, все ли, что мне думается, правда жизни незакон природы, да, и каким образом я могу проверить это на подлинность. Не всегда мысли о негативном будущем оказываются реальностью. Поэтому, ну, да, такая область и ограничения, особенно в вашей области, все, что касается такой локализации новообразований, какие инструменты мы можем использовать, а какие, например, не можем, в связи с тем, что задеты определенные органы и системы. Ну, надеюсь, как-то тоже ответил на ваш вопрос. Я знаю, что Ирина, Ирина поднимала руку. Ага, вижу вас. Да, Ирина? Меня слышно? Да, слышу вас. Подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к тонатотерапии на терминальных стадиях рака? Вы знаете, я думаю, что это неплохая идея. Лина Халамиш, по-моему, известный тонатотолог в этой области, правильно? Да, израильский тонатотолог Лин Халамиш, я знаю, что очень многие из ее методов работы, например, используются в детском хосписе, да, это методика пяти свечей. Понятно, что в зависимости от стадии взаимодействия с болезнью меняются наши инструменты. Если где-то мы можем использовать чистые когнитивные методы, то где-то это будет только релаксация, а иногда и терапия присутствия. Иногда в хосписе коллеги-психологи, они могут в буквальном смысле сидеть с позволения с кивка пациента, держать его за руку. Поэтому все, что, в общем-то, работает, тем более, да, на терминальной стадии, почему нет, это может быть использовано. Насколько я знаю, как тонатотолог, известный, это линхоломиш и ее методы очень рабочие, коллеги используют их. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Так. Евгений? Евгений, слышно ли меня? Да. Сейчас слышно меня? Да, слышу. Да, здравствуйте, Светлана. У меня два коротких вопроса. Первый, будут ли презентации на курсе у вас какие-нибудь? И второй момент, будет ли какая-то практическая составляющая, что-нибудь с КПТ связанное, или это будет только теоретическая выкладка? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Обязательно будут презентации. Каждый вебинар будет отдельная презентация, чтобы вы потом могли быстрее находить информацию, которая вам нужна. Это будет несколько дополнительных документов, вероятно, вордовских, где будет некий перечень и список, например, список литературы, который достаточно долго мной собирался, не вся литература представлена на русском языке, но я поделюсь в электронном варианте, если такую возможность, а я думаю, мне предоставят ассоциации, я обязательно поделюсь в электронном варианте данной литературы и на курсе будет дважды мы будем с вами практиковаться. Одно задание будет посвящено такой саморефлексии специалиста, и я объясню, почему это важно. Это такая возможность приблизиться, соприкоснуться с тем, с чем может столкнуться и сталкиваются онкологические пациенты или его близкие, желание понять, побыть чуть-чуть в этом состоянии. И вторая функция это сразу проверить себя на свои профессиональные ограничения. Я могу это делать, у меня получается, я смогу, такие моменты очень помогающие в работе. И второй блок, большой блок практической работы будет в завершении курса, на последнем вебинаре я предложу конкретные практические кейсы из моей практики. Их будет много. И задача будет представить, что этот кейс это пациент, который, или клиент, который пришел к вам, и буквально нужно будет составить план, что делать я буду, что я буду спрашивать, какие проблемы у меня могут возникнуть. Понятно, что погружать вас в личную историю я не буду, это неверно, зачем нам лишняя травматизация. Поэтому будут сторонние кейсы, несколько для отработки, возможно, мы будем разделяться по троечкам, эти кейсы отрабатывать, потом вернемся и обсудим для того, чтобы отработать этот навык. Во-первых, не бояться с этим взаимодействовать, во-вторых, отработать прямо вот эту структуру, что я буду делать, с чего я должен начать, на что я должен обратить внимание. Ну, это такое, знаете, как гайдлайн такой, что делать, что зачем и как. Такая практика будет. Надеюсь, ответил тоже на ваш вопрос. Не знаю, в какой очередности, друзья мои, поэтому буду просто по списку. Руслан. Руслан, задавайте вопрос. Руслан, Лобанова Светлана. Так, Руслан, вижу, что вы появились, вы можете задать вопрос. Слышу, 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 Так, Светлана. У меня такой вопрос. Сегодня буквально, я онкопсихолог, и сегодня буквально столкнулась с такой ситуацией, когда мне вот интересно, на курсе будет такое, нет, стереотипное мышление по поводу онкологии. Что-то вот про это, техники, методы работы с такими людьми. У меня так, слышно ли меня? Что-то со связью. Ага. Да, Светлана, можно еще раз повторить вопрос? Сегодня столкнулась с ситуацией стереотипного мышления в онкологии. Будет ли такое в курсе? Как работать с данными людьми? Может быть, какие-то техники, какие-то лайфхаки, да? То есть, когда вот стереотипное мышление мешает развиваться и принимать свое заболевание? Да, конечно, стереотипы же это, да, некие ошибки мышления, некое искаженное восприятие. Если это не подтверждено фактами, да, то, то, какое значение я придаю тому, что со мной происходит, то, какое значение придаю тому или иному моменту в ситуации заболевания, это всегда может выводить именно самые приятные эмоции, да, от того, что мы думаем, зависит то, что мы чувствуем и, собственно, делаем, да, такая базовая концепция когнитивно-поведенческого подхода. Поэтому, да, конечно, как работать с дисфункциональными идеями, которые, в общем-то, могут быть стереотипами. Мы об этом будем много говорить, как работать с таким мышлением для того, чтобы сделать более рациональным, более помогающим. Так, надеюсь, ответила. Спасибо, Светлана. Руслан? Здравствуйте, Светлана. Надеюсь, меня слышно в этот раз. Да, слышу, Руслан. Да, отлично. Скажите, пожалуйста, вот, исходя из того, что курс основы КПТ в онкологии, именно, а насколько, в принципе, универсальны будут те практики и техники, которые предполагаются на курсе, и можно ли будет расширить, скажем, до каких-то других заболеваний или тяжелых ситуаций и так далее? Или это все-таки узко касается только онкологии? Ну, вот как показывает практика, то как только мы попали в пандемию, вот автоматически сразу все расширилось. В общем-то, любое тяжелосоматическое заболевание, связанное с угрозой для жизни, оно даст такие эмоциональные реакции, которые мы будем обсуждать. И это позволяет нам работать не только с онкологическим диагнозом, в общем-то, с любым другим диагнозом, которое влияет на человека, на его привычный уклад жизни, возможно, влияет на то, насколько вероятна инвалидизация, насколько вероятны изменения в социальных контактах, во внешности, это тоже очень важный вопрос. И эти методы показали свою эффективность вот в период пандемии точно. Примерно с такими же методами я работаю с другими соматическими заболеваниями, тоже тяжелыми, связанными с хроническим характером течения заболевания, с высоким риском для жизни и здоровья. На мой взгляд, мы можем считать эти методы универсальными, если ситуации, с которой приходит пациент, соответствуют этим критериям. Психотравмирующая ситуация, высокая, угроза, пускай, может быть, она в моменте, может быть, она стереотипная, исходя из мифов, стереотипов и личного, индивидуального восприятия человека. Но есть факты, подтверждающие, что онкологический диагноз может привести к смерти в каких-то определенных случаях. И тогда все вопросы, которые беспокоят, заставляют нашего клиента страдать, становятся как бы важным моментом, когда нужна помощь. И тогда мы можем использовать эти методы. В том числе и основы КПТ в онкологии, либо основы когнитивно-победической терапии в ситуации тяжелого соматического заболевания хронического с высоким риском для жизни и здоровья человека, настолько меняющая его жизнь. плюс есть же вопросы, которые посвящены семье такого пациента, вопросы нашего ментального здоровья, работы со специалистами смежными, будь это врачи, медики, и вопросы смерти, умирания, вопросы горевания. Поэтому да, разные методы инструмента могут быть используемы в более широком спектре запросов, но связанных с какими-то критериями. Спасибо, Руслан, тоже, надеюсь, ответила. Да, спасибо за ответ. И вам спасибо. Так, коллеги, какие еще хотели бы задать вопросы? Ага, вижу, Ева. Да, Ева. Ева, слушайте меня. Так. Ева, я разрешила говорить, задавать вопрос. Может быть, у кого-то еще какие-то вопросы будут? на курсе еще, да, пока, возможно, вы думаете, хотелось бы уточнить, что еще мы с вами обсудим вопрос патогенеза онкологических заболеваний, то есть причина возникновения. это не является безусловно целью курса, но об этом нельзя не сказать, потому что еще один очень важный стереотип, который, к сожалению, страшно живуч и очень сильно используется не самыми чистоплотными специалистами, да, это причина возникновения. сейчас к этому вернусь, Ева, задавайте, пожалуйста, вопрос. Ну да, я, в принципе, вот об этом и хотела спросить, вы как раз начали говорить, хочу очень послушать, да, причина возникновения, стереотип, это от стресса, если много нервничаешь, то только они нервы, причина вот этого всего возникновения, и вы как раз начали отвечать, поэтому я хочу послушать именно, что вы говорите, да. Вот видите, как мы предвосхитили, спасибо большое. Действительно, это важный вопрос, и пациенты, которые приходят к нам и попадают в ситуацию болезни, они всегда спрашивают, почему я, за что мне. Они находятся в таком поиске причины, и вот этот вопрос патогенеза причины мы будем обсуждать как в медицинском аспекте, в том блоке, что же действительно может быть, не быть, а влиять на риск того, что может возникнуть онкологическое заболевание, а что является мифом, стереотипом и неподтвержденными историями. Мы поговорим о том, влияет ли стресс на возникновение рака. Сразу скажу, спойлер, нет, не влияет, и на курсе докажу, почему. Почему гормоны стресса, глюкокортикоиды на самом деле не вызывают онкологическое заболевание, и этот факт признан во всем мире, что мы признаем взаимосвязь психики и тела, но для того, чтобы сделать вывод о причине следственной связи, это важно доказать. И на сегодняшний день таких-то моих доказательств нет. Я поделюсь с вами информацией об исследованиях, расскажу, как это, к сожалению, используется не самыми чистоплотными специалистами, как продается идея лечения рака методами психотерапии. К сожалению, на сегодняшний день что мы можем сделать, это, в общем-то, коллеги, звучать громче, получать необходимую квалификацию, заниматься психологическим просвещением, говорить об этом профсообществе с нашими клиентами, для того, чтобы нивелировать вот эту вот веру, веру в то, что на самом деле не является реальностью, правдой, но что является такой, знаете, как будто спасительной идеей, что вот я сейчас приму какой-то ритуал, начну как-то что-то пить, как-то питаться, что-то себе шептать, и волшебным образом это мне поможет. Важно понимать, да, тоже, коллеги, вот в завершении хочется сказать, что мы не отбираем у человека то, что его защищает, если ничего не можем дать взамен. Так вот, как не поддержать дисфункциональные идеи, дисфункциональное поведение и, в общем-то, помочь справиться с определенными эмоциональными переживаниями пациентов в ситуации онкозаваливаний близким, как это сделать, как это сделать экологично, как это сделать правильно, все это мы будем обсуждать на курсе, для того, чтобы вы впоследствии могли расширить свою практику, не бояться работать с пациентами в сложной жизненной ситуации, связанной с болезнью, чувствовали себя увереннее, и, в общем-то, реализовали нашу с вами миссию, это помощь, профессиональная помощь, компетентная помощь нашим пациентам. Так, есть еще один вопрос, Анастасия. Анастасия, задавайте вопрос. А можно, пока Анастасии нету, а вы, может быть, подскажете какие-то книги в дополнение развития, которые можно почитать для себя, как для человека, у кого в семье есть эта проблема? Просто, ну, скажем так, курс только в феврале для хотя бы небольшой самоподдержки. Я всегда очень осторожна в рекомендациях, потому что мы даже в одном фильме можем разное для себя увидеть. Что можно почитать? Вы можете почитать Франку, сказать жизнь, да, как такая универсальная книга о том, как Франку пребывал в нацистском лагере, как он справлялся с этим, как была рождена вот эта вот идея, что если смысл можно создать себе, в общем-то, сформулировав его даже на когнитивном уровне, и это может тебя поддерживать, справляться, я очень люблю слово бороться, справляться в сложных жизненных обстоятельствах, опираться на какие-то ресурсы, искать эти ресурсы, понимать, что болезнь не может забрать все, без нашего на то согласия. А так в курсе будет, да, большой перечень литературы разнообразной, которая может быть помогающим. Так, Анастасия, я видела, вы поднимали руку, ваш вопрос, и будем закругляться, чтобы выдерживать тайминг. Всем здравствуйте, вообще я просто выпала и потом нажала, чтобы меня добавили, но раз уж мне представилась возможность, спрошу, скажите, вот курс рассчитан на тех, кто в КПТ, ну, скажем так, новичок, даже на нулевой ступени, то есть, если я, к примеру, очень поверхностно знаю про когнитивно-поведельническую терапию, смогу ли я после курса, например, работать, ну, в технике КПТ или как-то правильно сказать, не знаю. Да, прекрасный вопрос, Анастасия, спасибо. Курс рассчитан не только для психологов, в общем-то, и когнитивно-поведенческих специалистов. К курсу приглашаются и медики, и социальные работники, а это значит, что информация поставлена таким образом в курсе, чтобы это было понятно, и этим можно было пользоваться. Основная задача соревновать навык, дать возможность этот навык, не просто, да, послушать о нем, но отработать и использовать дальше. Поэтому не будет проблем, даже если вы не работаете в КПТ-подходе, то точно после курса будете представлять, в чем его суть, и, возможно, влюбитесь в КПТ, так же, как и я. Хотя я не против интегративного подхода, но все-таки контентно-поведенческий подход, он вполне себе интегративный, и многие аспекты себя включают. Поэтому да, вы вполне сможете понять концепцию, использовать ее, не будет здесь каких-то проблем дополнительных. Спасибо большое. Хорошо. Коллеги, я благодарю вас за этот интересный эфир, приглашаю вас всех на курс «Основы КПТ в онкологии». Мы начинаем 3 февраля 5 вебинаров, это будет вечернее время, поэтому если вас заинтересовала эта тема, и вы хотите расширить свой инструментарий, я вас приглашаю. Спасибо вам большое. А есть 2 недели, когда именно будут вебинары проходить, чтобы принимать и время принять? Вебинары будут проходить по пятницам, кроме как одной недели вместо 10 февраля будет 9. то есть все вебинары по пятницам вечер, только 9 февраля, четверг, единственный день, когда будет в четверг вечером. Остальные дни пятницы. Спасибо большое за эту встречу, тогда мы с вами прощаемся, хорошего всем вечера и хороших выходных. До встречи в ассоциации КПТ. спасибо. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо.